Доброе утро! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аксиос, достойно, достойно. Аксиос, и хочу поблагодарить я лично, сердечно за помощь в организации приема губернатора Тверской области в нашем крае, о которой вы знаете, был вчера, в сестру Лидию Николаевну Мищенко. Аксиос, достойно. Владимир Господи, Божий наш, ты восстановил на неписавочные воинства Ангела Геоханна для служения Божьей славы. Заделось, чтобы с нашим ходом вошли святые Ангелы вместе с нами, служа и прославляя Твою главность. И позитивно добавится слава, честь и поклонение ныне и всегда и вовеке Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пиши, Владыка, прими и отпуск от грешных и несвятых песен, и просвети нас Своей благодатью, прости нас неводные согрешения, освети наши души и тела, и дай нам правильно служить Тебе во всей жизни нашему преподавательству, Святой Богородице и всех святых, во всей реках моих, и вовсе и вовсе и вовсе. И в роды Божьи нас спят и вовсе и вовсе и вовсе и вовсе и вовсе и вовсе. Святой Ветерий, Святой Бессмертный, Святой Ветерий, 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 Аминь, жилуй нас силою! Святой Божий, святой Божий, святой Божий! 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 Святой Божий, святой Божий! Святой Божий, святой Божий! Святой Божий, святой Божий! Возвеселительство, Господи, вожадуй, сестра, медленные. Прямую мудрость из посланий к святому апостолу Павла Чтение. Будем утриматься. Можно садиться. Братья и сестры, не хотим, чтобы вы были в неведеньях усопших, чтобы вы не скорбели так же, как прочие не имеющие надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер воскрес, то таким же образом Бог вернет с Ним и усопших в Иисусе. Словом Господнем мы говорим вам следующее. Мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, не обередим усопших, потому что Сам Господь в приверительном кличе Архангела и Другой Божьей сойдет с неба, и в начале воскреснут мертвые во Христе. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем вознесены на облаках в воздух для встречи Господа. Так всегда будет Господа, Мир тебе чущу. Отец Вячеслав, братья и сестры, это чтение, которое читается сегодня в памяти усопших. Сегодня два чтения, и вот это посвящено именно поминовинам усопших. И очереда очевидны из содержания текста, из письма к ислоникийцам. И, в общем-то, для нас ничего нового, потому что то, что здесь написано, это суть исповедания нашей веры, что мы, оставшиеся в живых, вместе с усопшими будем вознесены на облаках в воздух, для встречи Господа, и так всегда будет Господом. Почему так произойдет? Потому что Господь, при повелителе Мухича Архангелия, трубы Божьей сойдет с неба, и сначала воскреснет греша, а потом мы вместе с ними переселись. То есть речь идет о том, что, о чем мы говорим Автор в новом послании, что неважно, умер ли кто или жив еще до пришествия Господа, мы вместе с ними пойдем к Нему на встречу. Как редко мы вчитываемся с вами в эти слова, дорогие? Вот легко себе вообразить, если какой-нибудь, не знаю, это кто уголок. Любой верующий, христинин, священий, епископ, да сам патриарх, выйдет и скажет, дорогие братья и сестры, не отчаивайтесь, до пришествия Господа все, кто умер, воскреснем, и мы вместе с ними разнесемся. Не переживайте, все будет хорошо. Причем Павел в этом послании, он ведь говорит серьезно, без всякой иронии голоса. Он верит, что те, кто сейчас живы, еще увидят своих родных, близких и друзей, воскресших, и вместе с ними вознесутся до Господа. Вот сейчас ровно то же самое, ровно, не прибавляй, не убавляй, скажи кто-нибудь из почтительных верующих людей в церкви, его засмеют, скажи, что он безумен, что он такое говорит. Да, мы, конечно, верим в воскресенье, но в воскресенье Христово, а в воскресенье людей, ну, наверно, да, наверно, никто такого еще не видел, но, скорее всего, так и будет, когда-нибудь. И вот эта насмешка означает, что человек бесконечно далек от воскресенья, от своего воскресенья. это неверие в то, что живые могут встретиться с воскресеньем, это оскудение, это обнищание, это умоление, это потеря слуха и зрения. Причем очень опасная потеря, настолько опасная, что человек рискует не узнать Христа собственной жизни. Потому что ведь Господь наш говорит те же самые слова, и Ему тоже говорит, что он или безумен, или пьяный, или еще что-нибудь не то. Это не хотят ли мы? Даже те, которые приняли крещение, те, которые живут много лет в церкви. Если вера в жизни не воплощена, она всегда будет искать себе комфортного модуса, комфортного режима существования. Все, что написано в Евангелии, случилось с Господом, и мы с этим согласны. И когда-нибудь с кем-нибудь то же случилось? Со святыми, допустим. Но не с нами. Нам непонятно, как можно в это верить. Что значит воскресенье? Как это будет? А куда они денутся? Как это мы полетим? Тысячу детских вопросов. Наивных от неверия. Но для того апостол и говорит, для того он это и повторяет, что мы веровали. Чтобы этой веры в своей сердцевине, простой и чистой не изменяли. И эта вера невероятно сильна. Этой верой происходит чудеса Божие. Этой верой происходит и спасение этой. Не конструктором, не охладевших, а вот такой, который для одних покажется безумием, для других соблазнов. Но всякая великая сила может быть использована небом значении. И часто, людей, которые имеют в своем сердце веру великую, иные искусственные сыны, века сила могут направлять не в том направлении. Они как бы закрывают это просвещение. Они позволяют нуждаться на подсмерть. И так в церкви происходят великие потрясения, великие заблуждения, расколы, зислищиеся на невежестве, на темноте, на древнем соблазне служить. Но Господь есть Свет, и Господь есть Дух. Он просвещает, и Он вдохновляет человека на то, чтобы эта вера была живой и светлой. на то, чтобы у нее не было никакой тьмы. На то, чтобы при ее воплощении, даже если она кажется кому-то соблазнным, кому-то безумным, человек, воплощая свою веру, не пользовался дурными средствами. Чем отличается вера темная от вера Света, отношения к человеку? Вот о чем мы часто забываем. Часто любят говорить о мертвых, либо хорошо, либо ничего. Это, высказывание, как вы знаете, не христианское, не полное. Оно языческое. И оно полностью звучит о мертвых, либо хорошо, либо ничего, кроме правды. И христиане этого не должны бояться. Потому что даже если в нашей жизни что-то мы сделали неверно, в чем-то мы согрешили, у нас есть возможность признать и предпокаяться. Но мы не должны делать из наших усопших идолов и стуканов. Должны их любить так, как Господь заповедовал любить. Просвещая их, вдохновляя их, а не потворство. Вот этот тонкий рай, который всегда находится рядом с этой великой силой веры, это и есть путь Христов. Именно поэтому Он узок. Именно поэтому мы можем идти, потому что сила это великая, но Он узок. И тогда эти слова, они будут реальны, и они будут улучшены. Ведь даже не важно, в веки 7 это произойдет, или после нас, но это произойдет. И это должно быть состояние в нашей души. Это должно быть содержание в нашей веке. Нам не важно, с нами это будет и не с нами. Важно, чтобы мы твердо верим, что это будет, и это было наше основание. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы верим также в то, что Господь уже дал нам этот свет и дал нам эту веру для того, чтобы она как раз и была святильником в этом мире. Для того, чтобы там, где пребывают христиане, там нет никакой смерти и в том числе никакого страха смерти, какой бы ты ни был. Пусть же мы будем твердыми, пусть нашей любви будет достаточно, чтобы об этом смирительствовать. и тогда действительно смерти от Господь воскресе. Аминь. Аминь. мир вселенный, и мир вселенный, и мир вселенный, и мир вселенный, и любовь твоего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok В чем особый акт веры воярной книги? Ну, во-первых, когда мы говорим о Центурионе, мы должны понимать, что это, в общем, такой средний командный состав в римской армии. Человек, который командовал, ну, группы, скажем, солдат от 100 до 300 человек. И если переводить это на современный язык, то это либо командир роты, что означает капитан, либо командир батальона, что означает полковник. Как мы видим, в общем, начальник не сильно большой. Мы знаем также, что жалование у него было два-три раза позже, чем у солдата. У него были особые знаки отличия, такой горизонтальный бульмаш, который мы можем видеть, ну, например, в стерилизе Абеллис, в мультфильме или в каких-то исторических постановках, посвященных римской армии, серебряные помощи, ну, собственно говоря, и все. Ну, еще он такой немножко грустный. И очень важно понимать, что этот человек, чтобы стать Центурионом, был не моложе 30. И если мы все это соберем, даже немножко проведем такое историческое исследование, мы увидим, что этот человек должен быть не сильно богат. Хотя, у меня есть слуха, это адреналец, который действительно должен быть у Центуриона, но, повторим, человек не сильно богат. И если этот человек, здесь говорится, построил Центурион, то, значит, у него были на это средства. И эти средства он заработал службой памяти. То есть, это все, что он скопил за все это время. И он эти деньги отдал на постройку Центуриона. Центуриона. И здесь важно понять, что в тексте говорится, что он не до него дал разрешения на постройку Центуриона. Центуриона. Он не закрыл глаза на постройку Центуриона. Он, в общем-то, отвернувшись, не заметил этого акта. Он построил Центуриона. То есть, он проявил такое дело, что с точки зрения, ну, вот, того пространства жизненного, и людей, которые жили в этом пространстве, как Римляне, так иудеи, не было нечто выдающееся. Второе, на чем здесь стоит удивиться, это вообще старейший, который сказал, что он любит наш народ. Вообще, я могу сказать, все люди, которые имеют отношение, например, с людьми разных национальностей, там, с евреями, что можно народ уважать, можно им восхищаться, но полюбить очень трудно. Так же, как и нам же, можно восхищаться бодвигами, да, не годовать каких-то нехороших деяниях, но полюбить нас трудно. Так же и здесь, но он, здесь говорится точно, он любит наш народ. То есть, соответственно, он проявил эту любовь, вероятно, не только постройкой синагоги, а тем, что он жил так, и эту любовь проявлял в постуках, которые привели к тому, что старейшие прижили ко Христу и стали просить за Него, а Он просил за Своё. И вот это всё вместе показывает нам личность необыкновенного человека. К сожалению, история не сохранила его имя, но это действительно человек необыкновенный. И здесь возникает вопрос об активе, потому что здесь Христос, как мы видим, удивился. Вот это удивление, удивление, оно удивляет нас, потому что человек проявил веру, но за этой верой, то есть за словом, которое он сказал, скажи только и слугам быстро, стоит жизнь, стоят дела, стоит любовь, стоит личность, и именно всё вместе и дарод свой результат. Такой результат вот удивления Христа. Мы с вами сейчас переживаем, в общем, завершаем удивительную неделю, святую неделю, мы вспоминаем, начиная с 30 октября, жертву советской пребрессии. Перед нами сегодня опять стоит, в некотором степени, такой морг коммунизма, и сегодня 7 ноября, день, вообще такая очередная годовщина большевистского переворота в нашей стране. И воспоминая о жертвах советских пребрессий, вспоминая о трудных страницах нашей истории, мы все хотим что-то сделать. Мы пишем программы, мы участвуем в каких-то событиях, конференциях, семинарах, в лекториях, и это всё нужно, и это всё правильно. Но здесь, в этом тексте, Господь предлагает обратиться именно к Нему. И здесь очень важно нам проявить эту веру и обратиться ко Христу. Попросить за свою измученную народу, попросить за свою измученную церковь, за свою страну, но эта просьба, это слово должно быть, не просто слово, что мы просто просят, а оно должно быть как усопо. В соединении с делом построить Сенатум, значит, мы что-то должны сделать такое, что осязаемо. То, что будет видимо, то, что можно было пощупить, и важно полюбить. Вот наш народ очень неприглядный, очень некрасивный сейчас, и очень не вызывающий никакой положительной эмоции, не то что любит. И тогда слово наше, высказанное в молитве, обращенное к Христу, даст этот результат. И важно, чтобы наше слово, за которым стоит и дело, и любовь, и вера, Христа уделить. И когда он делится этому слову, этому не обужине, не о ней, Богу нашу, о своем народе, о своей церкви, тогда произойдет исцель. И тогда пройдет подлинное возрождение и церкви, и народа, и страны, и каждого из нас, здесь сидящих и стоящих. Возгласим все от святого мышления, от всего нашего сердца восстанет. Господи, помилуй. Господи, держитесь, Бог, отцов наше в море тебя, услышь и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великому мирусти Твоей, молим Тебя, услышь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о великом Господине и о церкви нашим, святейшем Павлиархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопресвященшем, митрополите Абросии, и обо всех по кресте братьях наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще мы молимся о нашей богохранимой стране русской, обо всем народе и властях ее, дабы проводить нам спокойно и тихо и жить, во все благочестиво и достойно. Продолжениеります и по хранению, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, еще мы молимся о наших братьях священников, священных в rebound, обо всем в кресте братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и еще мы молимся о Божьей, как всегда поминаем, святеющих православных патриархах, о Создателях Святого Бога сего, семью Абаева, и о прежде почивших отцах и братьях и сёстрах наших, чадок Божиих, детям и повсюду лежащих христианах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о милостной жизни, имели здравие, спасение, посещение, прощение, отпущение грехов, чад Божиих, всех потрудившихся в восстановлении и благоупрошении этого храма во главе с Кариной Ксении, всех и оттруждающихся, предстоящих, поющих имен. Братья и сестер, христи, православный брат, святого преображенства и задружества, всех братьев и сестер, святого, храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Здесь можно сказать свое прошение или благодарение Богу, кто желает. Благодарим, Господа, за возможность здесь служить, в этом храме, на родном русском языке, такие открытые миссионерские службы по благословению священачалья. «Слава Тебе, Господи!» «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» Еще мы молимся о скорейшем прекращении этого словно-вредного поведения. Молимся о всех тех, кто нуждается в молитве, кто болеет, сейчас страдает. Молимся о всех тех, кто находится в самоизоляции или в зоне риска, о всех врачах, медперсонариях, кто трудится на этом повлище. Господу, помолимся! Господи, помилуй, 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 Еще мы молимся о приносящих пожертвования и делающих доброе, для этого святого и все достойного храма, а в нем друждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебя велик и неистащивой милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, приметуй, святые моления от служителей Твоих и поможем с Твоей милостью помилуй нас и иметь Твое сострадание к нам и ко всему народу Твоему, ожидающему от Тебя неистащивой милости. Ибо Ты, милостивый человек, и любимый Бог, ибо мы желаем славу Тебя ныне и всегда и во веки веков. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Евгения Кочеткова, Бороскева, Капировской, Лепросиния, Галкина, Алла, Данила, Данила, Галины Лавреновой, Евгения Троицкой, Ольги Сергеевны Кожловой, Людмилы Чарской, Евгения Шилкина, Романа Спиридонова, Галины Лавренковой, Сергея Лебедева, Наталья Севастьяновой, Тамары Гречишкиной. Еще молимся о родах почивших наших братьев и сестрах Нины Коноваловой, Натальи Рыцаревы, Валентины Силипко, Натальи Анастасии Младеновой, Зинаиды Вольфе, Николая Елизавета Евгения, Виталия Евгения, Михаила, архитектора Николомальского мастыря, Пресвитера Бориса Бобинского из Парижа, Ильи Игриц, Сергея Харушева, Протерея Всеволода Чарта, Протерея Дмитрия Свердова, Присопоминания Любови, Милины, Марии и всех почивших отцов, братьев и сестер наших. Господу помолимся. Еще помолимся о всех невинно убеденных в годы лютых войн, на церковь и на страну нашу. Господу помолимся. И так бы Господь Бог вселил души там, где праведные обретают покой. Господи помолимся. Милости Божией, Царства Небесного, и прощения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, и спросим. Господи, Господи, Господу помолимся. Божий, Духов и всякой плоти, Ты смерть поправ, и дьявол не сложил, И жизнь мир Твоему дровал. Ты же, Господи, упокой души, Усопших чад Твоих, Всех нами здесь поминаешь, И всех усопших христиан, Вместе светлым, вместе отрадным, Вместе покойным, Откуда удалены страдания, скорбь и стенания, Всякое согрешение, Соделанное ими словом, и делом, Или мысли, как благою, И человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, Который был бы и не согрешил, Ведь один только Ты без греха, Правильность Твоя правильность вечная, И Твое слово истина, Ибо Ты воскресенье и жизнь, И попой усопших чад Твоих, Всех нами здесь поминаем, Их христиан, Крести Божий нашему, Высылаем славу Тебе, Вместе с Твоим изначальным Отцом, Всесвятым и благимым, И животворящим Духом Твоим, Ныне и всегда, И в веки веков. Аминь. Оглашаем и помолитесь Господу, Оглашаем и пред Господом ваши главы преклоните. Господи Божий наш, Вышник, обитающий, Набор не взирающий, Ради спасения рода человеческого, Пославши Твоего единородного Сына и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, Возри на рабов Твоих оглашаемых, Склонивших пред Тобой свои главы, И удостоив во время благоприятное Уперевозрождение, Прощение грехов и одежды и твение, Соединись Твоей Святой Всеверской Соборной и Апостольской Церковью И сопричисли их Твоему избранному стаду, Дабы и они зарославились достойное И прекрасное имя Твои ныне и всегда, И во веки веков. Все оглашаемые, извидите, Пусть не останется никого из оглашаемых. Все верные, снова и снова в мире, Господа, помолимся, Прямо удрость. Благодаря Тебя, Господи, Бог Небесных сил, И во Твоем достоин Назады и предстатель Твоих святых жертвенников И возврат Твоего сострадания, Прозя와щие, Пробедите наши, И совершенные, Иовsellенные, Иовсе и твое народ. Прими, Боже, Нашу молитву, Садил и нас, Доподин, И приносить Тебе Болитву, Моления, И жертву, И скромный, И за весь народ Твой, И упреки нас, Который Ты поставил Субтитры подогнали Симон. 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 слих по Тебе хвалу, и причастились Твоим святым тайнством, ибо Ты любовь наша, и мы высылаем славу Тебе ныне и всегда и вовеки веком. Возлюбим друг друга, будем приветствовать друг друга целованием святым, Христос посреди нас есть и будет. Христос посреди нас, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Христос посреди нас, Христос посреди нас, Христос посреди нас. Христос посреди нас, Христос посреди нас, Христос посреди нас. И в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного в плете всех времен, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, но не сотвоенного, Единосущного от Сучи, из которого все стало, ради нас, людей, для нашего спасения, шедшего с небес, И воплотившегося от Святого Духа и Дебы Марии, и ставшего человека, и распятого за нас, припеватель Партийского, И сгадавшего его гребеного, и воскресшего третий день прописания, и вошедшего на небеса, и не оседшего по правую руку Отца, и снова грядущего во славе, Надо судить живых и мертвых, и его царство не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, От Отца Исходящего, с Отцом и Сыном вместе почитаемого и прославляемого, говорившего через пророков, В одну святую и бухгаллическую, апостольскую церковь, признаю одно крещение ради прощения веков, Ожидаю воскресения вновь и жизни будущего века. Аминь. Ставим сиропом, ставим благоговеря, Будем со вниманием святое возношение в мире приносить. Мир нас в мире, жертву воды. Благодаря нашего Господа Иисуса Христа, Требует Бога и Отца, и общение Святого Духа добудет со всеми вами. И за Духом Твоим Мы снесем сердца Вознучим на Господу Гос, благодарим Господа Достойная рекламенность, полюбиво Достойная рекламенность, полюбиво Тебе воспевать, Тебе благословлять, Тебе воскресать, Тебе благословлять, Тебе воскресать, Тебе благословить, Тебе поклоняться, На всяком месте сладчеством Твоего. Глеги Бог неизъяснимые, неистимые, невидимые, необъятные, Существующие, непрестанные, тож местные. Ты, как и Твой единородный сны, и святой Дух Твой. Ты из неботия в роте нас вперед. И после материи восстанется снова, и неотступно делал все, доколе не возбел нас на небо и даровал нам твое будущее царство. За все это благодарим Тебя, как и Твоего и народного сына и святого Бога Твоего. За все дековые и дековые явные, явные и явные благодаря ей за дело для нас. Благодарим Тебя и за имя общее служение, которое Тебе будет помогать принять из рук наших. Хотя перед Тобой предстоят тысячи аркадов и множество аркадов, Херубимы, сорокнивавшие брюки, наголодые, воспаяющие на крыльях, Победную песню распевая, восклицая, возглашая и говоря, все вместе, Святая, 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 Господь Слава Богу, Полны неба и земля славы Твои, Осаном Вышней, Но ты заверный лучи во имя Господне, Осаном Вышней. С этими блаженными силами, Мы, человек, любив и молодых, восприцаем и говорим, Свят и всесвят Ты, Как и Твои велинородные святые и святые души Твои, Ты свят и всеснят, И прекрасна Слава Твоя, Ты мир свой так возлюбил, Слава Твои велинородного Сына, Дабы всякие верующие, Него не погиб, Принял жить в вечную. Он же, в идеале, И самый святого по нас устроил, Исполнил, В ту ночь, Поторую Он предал, Разве не сам себя предал за жизнь мира, Взяв в лекции, Святые и ворочные, безвечные руки, Возблагодарив и благословимо святим, Приломил и благослови святых учениках, И апостолу сказал, Примите, Пусите Это тело Мое За Вас преломляемое Ради пощения Брехов. Так же и чашу После травы Подалбляя Пейте Иерусей Брехов Мое Грехов И завета За Вас И за Твоих Изгибаемое Ради пощения Брехов. Аминь И так и вспоминает Иерусей Спасительный Завод И все Ради нас Насадем Их Резь Брехов Примьер Воскресенье На небеса Восхождение По правовую руку Проседание Еще Второе Бесплавное Брехов. Аминь Твою Иисус Твоему Тебе Редося Всегда И Везде Все Вместе Тебя Распираем Тебя Распираем Тебя Распираем Тебя Благодарим Господи И молимся Тебе Господи Ваш Распираем Распираем И на эти Примежащие Горы И Соделаем Этот Хлеб Святым Селом Твоего Христа Аминь А Чаще Сел Святым Кровью Твоего Христа Аминь Приложим Святым Духом Твоим Аминь 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 И Еще Вдет Северно Главное Служение За Вообще Аминь Отцов Патриархов Нарухов Аб produkt Кoured Вод 1992 Благодарств Мученик Пысков Поплищ Никто П Druck Северан И Спир Святого И Особ ๋ Днепрени Вдруг Слав Песня «Святая слава» 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 Анастасия Анастасия Атмиленского, Красиво-Нагитры и Актисты, Испобедница Монрода Власовой, Иернии, в 1963 год. И всех святых, которых память не совершает, и за всех твоих святых, по-моему, которых возли на нас, Боже, восполни всех усовших надежды на воскресенье для жизни вечных чад твоих, всех пострадавших, окончивших в мученчестве жизнь свою, во время любых камин и оцеплях нашим народам и странам, и упокоить нам, где сидят свет и сад твоего. Еще мы приносим свет на духовное служение за весь наш мир, за святую вселенскую, свободную и опознанскую церковь, за пребывающих в чистоте и настроях жизни, за нашу только хранимую страну, и весь народ, и власть и нее. Дай им, Господи, мирные правления, дабы в мире их и дам проводить спокойно и великих жизней, во всем благочестиво и достойно. Восполни, Господи, этот город, вверх, в котором мы живем, как все города и страны, и веже живущих в них. И среди первых восполни, Господи, великого Господина и Отца нашего, Кирилла, Святейшего Патриарха, Господского и Всероссийского, и Господина нашего, Господом и освященнейшего, Амросия, Метрополита Тресского и Пашинского, и дам ему им служить, твоей святой Церкви, в мире, в чести, невредимыми, здравыми, благоденствующими, правильно преподающими слово твоей истины. И восполни, Господи, все эти предстоящие, молящиеся братья и сестер наших. И всем братьям и сестерам. Еще мы молимся для вас. Восполни, Господи, всех, кто восстал на певистров, правильно преподающих слово твоей истины, всех, и сестерам, и все эти дни, и весь святой Церкви, и служащий чин, восполни, Господи, плавающих, путешествующих, больных, тихарщичек, плененых, затраты больных, заключенных для спасения, восполни, Господи, чад твоих, всех заснанья, всех потрудившихся восстановлений и благоукрашений этого права во главе строительной семьи, всех врачей и весь медный садов, этой больницы и всех выздоровляющих здесь. Восполни, Господи, приносящие пожертвования и тюркующие тупые для твоих святых церквей и заботившихся обеды, и своей милости до всех нас не спошли, и твои аминьи, и твои устами и на сердце прославлять и распевать вседостойное и прекрасное имя Твое ныне и всегда и во веки и во веки Аминь. Милый святого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа Со всеми вами и со Духом Твоей. С сердцем трех воскресенье, Снова и снова в мире, Господу, оборимся. Господи, обиди, оборим. И просим, и молим, и уполяем тебя, Удостой нас причастись от твоего невеста и великого Таинства, Этой священной духовной тракеди, С чистой совестью, Для отмещения, перехов и прощения совершений, Для общения с Святого Духом и наследования царствами невестного, Для воскресенья перед тобой, Господи, и воскресенье, И удостой нас плоти, Господи, и воскресенье, Неоскресенье смеси и виноват тебя, Небесного Бога Отца, Богом Отцом и поводить. А на сердце, наш Небесный, Засвятится имя Твое, Да придет завтра Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе, Креп наш насущий подай нам сегодня, И прости нам долги наши, Как и мы простили должников наших, И не пяти нас в искушение, Но избавь нас от лугового, И во дворах жарства, и силы, и славы, И не всегда при победе ты кровь. Аминь, мир всем, И любовь, и любовь, и любовь, Ваши главы преклоните. О Господь, О, вновь мой Господь, Отец о страдания, Его всякого утешения, склонившим пред Тобою Своим главным благослови, освяти, сохрани, укрепи, утверди, от всякого злого дела отвати и со всяким добрым делом сочетай, и удостоив неосужденно причаститься этим непорочным и животворящим таинством Твоим для прощения грехов и общения Духа Святого. По милости и состраданию человеколюбия Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен, вместе со святым и благим и животворящим Духом Твоим Ты не всегда и вовеки Бога. Дневный Господи Иисусе Христе Божий наш и святой обиде Своей и великий добросвитий нас из-за отцов на Непеса, в нем Непеса Божий святающих, и с нами здесь, и с Непесом присутствующим, и благословим Твоей силой рукой и преподать счастье от Боих и невроченных силов и только цены крови нам и через нас, всему народу, Будьте внимательны, святый я, святый. Ходи, 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 Господи Христов, Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Господент, Бог наш, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Я наполнен за ушами наши, молой Тебя, Господи, Дамы, 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 вскрывать славу Твою, и во Теу достоинство причастия, Твоим святым кожествам, бесспертным и жилок, творящим талитмам, Сохраним в своем освящении, распрощающими вести я правду Твоей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благодарим. 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 Господи, благословляющих Тебя, благословляющих, и полагающихся на Тебя освящающих, спаси народ Твой и благослови наследие Твое, церковь Твою в полноте сохрани, освятилюбящую красоту Дого Твоего. Ты в ответ прослави Твои божественные силы и нас, надеющихся на Тебя, не остави. Даруй мир, мир Твоему, церквам Твоим, священству, нашим правителям и всему народу Твоему, ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Тебя, отца света, ибо восстанавливай славу и благодарение и поклонение Тебе ныне и всегда и вовеки. Аминь. Ах, Бог, на законы и пророков престибожий наш, Ты исполнил нас завтра с Своей Учим, на исполнении радостью и весельем сердца наши ныне и всегда и вовеки. Аминь. 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 Его воскресенье и смерть можно было дарить Богом. Мы сегодня вспоминали всех невинных, беременных, в годы и вытых гонений, всех пострадавших за веру, за народ, за нашу всю страну. Мы молились об их поколении и верим, что и они с нами сегодня, и также были в общей молитве благодарения. Спасибо Господь! Сегодня мы хотим еще день рождения у... Подходите! Как зовут? Александра? О, Александре! Это родители. Рад? Они почитали. Школа веры. Школа веры. Школа веры. Школа веры. Давайте следующего. Родители почитают. Школа веры. Ваш сын? Да. А вы Тимофей? Да. Ну вот. Вот когда я говорю, когда мы читали послание, Чарли Тимофеев, у меня все вспоминается, и еще и и Марка. Наталья Фомиченко. Что? Вот. Мы вам хотим подарить книгу. Это музей-квартира отца Павла Хлорецкого. История создания в праздничном таком исполнении. Надеюсь, что она будет полезна, и вы больше узнаете об этом замечательном человеке, тоже из коллеги. Теперь давайте пропоем нашим именинникам, а также всем, кто вы награжден. Подходите. Награжденный, подходите. Награжденный. Пропоем награжденную. От имени Церкви. Награжденный, благодетственное и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, чадом Твоим, сестре нашей Наталье, Анастасии, Лидии, Александре, Марку и сохранив до многих летов. Многие лета, многие лета, многие лета, многие лета, Многие лета, многие лета, многие лета. Спасибо всем, Господь! Сегодня вечером будет богослужение в шесть часов, вечерний, завтра нет других, в девять утра. Не забывайте, что сегодня день памяти скорби будет поминальная трапеза в зубе посылки. Еще раз. В 13.00 рассылка была. Еще раз всех вас благодарю. И вот примите дары обильные. Общее благословение. Награжденные, пожалуйста, подойдите сюда. В 13.00 рассылка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.